Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны, экономики, то мы с вами хорошо знаем, они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее, и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно всё выглядит, тем более, что мы все свои обязательства выполняем. Ещё раз хочу подчеркнуть, мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов. Заместитель председателя правительства Нового говорил об этом пару дней назад. Всё в полном объёме, в полном объёме. Всё, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям. И в Европе, и в других регионах мира. Сто процентов загружено даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт. Мы всё это делаем. А цены там растут. Но не по нашей вине. Это результаты собственных просчётов. Нечего на нас сваливать. То же самое касается и роста цен на нефть и на нефтепродукты в Соединённых Штатах. Объявили о том, что закрывают импорт российской нефти на американские рынки. Цены там высокие. Инфляция беспрецедентно высокая. Наверное, достигла исторических максимумов. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас. И это очевидная вещь для экспертов. Потому что поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина. А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чём. И даже здесь совершенно ни при чём запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями для того, чтобы обмануть в очередной раз своё собственное население. Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в своё время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлой. В Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций. То же самое будет и в отношениях с нашей страной. И в этом я нисколько не сомневаюсь. Но мы вместе с нашими партнёрами, с теми, кто не признаёт этих незаконных действий, безусловно, найдём решение по всем проблемам, которые пытаются нам создать.